господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешен номер 277 события дня 1 петра 4 7 впрочем близок всему конец 14 сентября 2016 года эфир буквально наполнен вдруг наступил момент открыть тайну об одном человеке который сделал столько зла стольких людей натравил в ложном направлении толкнул сумел образовать отдела миссионерские везде принимали кормили поили получал деньги и оказалось что все это было заранее задуманное запланированное оболванить народ люди не знают евангелия нет рождения свыше нет водительства духом святым но иначе бы это все видели знали 20 лет это не день не два самых хамовитых самых злобных самых мстительных неверующих во главе отделов миссионерских и никто не видел этого разве ну кто видел тех не слушали вот несколько покажу только моментов это ролики которые это моего тут ничего нету просто указываю что посчитайте тормозите найдите но не нужно пройдите мимо значит кто не изучает историю тому грозит повторение ее на нем это люди которые занимались им видели мне лище это открыто было с первого взгляда на него чужой человек как он говорил что даже слышать не хотели в первую очередь легко было понять миссионерских отделов бог не образовывал никогда это имитация под работу посылал по 2 апостола всех по 2 какие отделы где когда во времена златоуста нету расформировал монашес монастырь подправил кельтом все монахи пошли никаких отделов только поэтому можно было понять это твердокаменные мертвые отделы мертвецов и вот сидят они в эфире разговаривают а избрали жертву кто масленников на масленникова напасть надо напали дальше что он работает он делает свое дело отдел не такой-то щала конца то есть согласно масонских протоколов мудрецов ставят такого что в любой день можно было сбросить с великими недостатками и наркоман и мошенник и никаких званий у него оказывается нет легко его столкнули как будто не было никогда лжепрофессор а то на меня он четыре раза наплывал псевдо православный псевдо то есть не настоящий я не за них там не поддержат или как за счет это против чем занимается созданием распространением злобных слухов сплетен разрушительные клеветы так это малое счастье как взял что я тоже говорят а почему повторяете столько раз она почему потому что исправления то нету юрий соболев пишет миром игнатий тихоныч и братьям скорейшего выздоровления брату володи да дарует ему исцеление господь вау вова настрой с добрым юмором способствует выздоровлению храни вас бог события там ну какие события мирового масштаба мы побыли в сирии самолеты вернулись погибшие потерянную там события но уже через день никто не помнит на пол гитлер как радовались так успешно земле все сожгли ну события события а вот она зима а вот откатываются от москвы события событиями на война закончилась вот герой герин где лежит мертвый а где гиббельс ну по порядку начните событиями что называть события упал метеорит около челябинска это события события то которое в плане вечности неизменная покаялась душа обратился человек благодать духа святого коснулась его это не и избывно и навсегда то ну как бы не был ушел александр македонский наполеон тамерлан а тила аларих перечисляй всех как кричали люди бежали храброе сердце там посмотри фильм но и события решили иуда бен гур новый фильм построю поставить ну смешно за что берутся вчера только рассуждал вот тихий дон герасимова представьте быстрицкая и мордюкова хотели ее поставить на место оксине ну смешно событий ни той ни другой никого нету все умерли никого нету но зачем трогать здорово сделал никогда не повторить это иуда бен гур никому не поставить другой фильм но и это только потому что там говорится о христе об обращении о вечности и любое событие так рассмотрите а наши события какие ну у нас мы как лагерные считались хотя лагеря уже нету где-то вот володе получилось несчастье я вчера взял его сапог которым была нога его я придавила там раздавила сегодня должны это сегодня у нас уже 15 сентября 16 года даже вести мамонтово на рентген рентген один раз то ли приезжает рентгенолог тому то ли как события для нас это событие главный лагерный работник выбыл из строя он сидит сидит там прыгает как кузнещик тут же сразу появилась надежда василина вчера лепешки стряпает все к володе вечером приходит один устинов владимир походит сноха пришла и все несут какие-то ковришки ватрушки болящего посетить в лагерете а в лагерете это метров 400 не сто метров как писали эти роснадзор и вот приходят все улыбаются а володя сидит а мы говорим мы за володя тут тоже ухаживаем костыль подаем значит ватрушки и мы будем есть еще по улыбались все собли нас это событие событие люди спрашивают так что пошел на месте все показал смакетировал прошедший день 13 это было событие деревом ударила володя не поберегся не рассчитал и прочее событие на его дом нет трубы заказывали заказы на скупили 3 по метру только ставить в это деньги как раз володе и нет интересно как он так ждал что печку затопить ну подождем еще подольше события для нас это событие для кого-то дни прогресса для нас печку затопить почему здесь любовь здесь полная отдача здесь нет воровства не нету преследования друг друга подсиживания нету и это все по любви вот мы обратились за помощью комбайн нужен комбайн игорю барабашу вот он никак не хотел чтобы публиковали это да что да руки не с того места растут скажут да не может ну невозможно ну может быть есть у кого-то возможность помочь доброе дело мы не настаиваем а говорим а вот в события события там помогли в 2000 так лена там заплакала и вот какие люди не знающие дают и видите как для нас это событие и мы радуемся от володя на одной ноге а сейчас прыгает костыли вчера я ездил ездил достал ему два костыля костыли вот но успели картошку выкопать остальное мы с никитой поправим с никита пасет я вообще раза снял как он помолиться надо чтобы у никиты был настрой к работе такой же как володя вчера съемки вели а он все стонет температура на пол градуса поднялась градусы и вот все все больным я больной я говорю а на фронт больной тоже идет забирает он тогда володя володя то вот вроде не работает сегодня володя как ну больной так больной какой больной он пострадал на фронте боролись с деревьями посмеялись от все но я говорю еще не охота тебя работать нет ну давай запишем тебя боязливые боязливые на фронт не шли в израиле вот он еще не знает что ответь я говорю и так работать продолжать у нас неоконченная работа еще там деревья 6 повели повалить надо было подвешивать лести на лестницу володя только повредил ногу а лести высоко шатается все хрупкое и володя везде лез я держал никита не знает ли не держать ничего но лезу теперь я я вижу что он с нежеланием я уже не посылаю его нет с нежеланием это не работник зачем ты нужен стой рядом смотри посажу где-то рядом сиди смотри деревья подвешивать пилить прочее уже не будешь отправил его к надежде василий рядом помидоры пошел собрал я сам на два ведра набрал они там полузрелые вот давайте консервируйте теперь он это ему идет вот она кола женщин теперь приспособился у матушки меда достал хочет пчеловодством потом занять это мой пускай делает что есть батюшка вчера говорил любит краснобайствовать спросил еще с володя да вот видите батюшка не дослушал я готов уже и выключил телефон ну два слова там не поверегся ударила деревом ну и все по остальное при встрече и он где-то рассусолит где-то и все оговаривается надо вот кто знает никиту помолитесь чтобы господь помог от этого избавиться с володей разница огромная огромная а вот здоровее как будто выше ростом но со события тоже вот он не оговорился один раз никита и уже хорошо утром стряпает он вместо володи готовит то тоже дело то идет мы остались то тут трое лагерные а вчера володя то не может никита то боится я остался один я тогда вернулся домой поблагодарил бога старые сапоги старые старые у меня развалились заплатах но развалились все сучки снизу в дырки лезут достал тут все и починил починил одежду за день сапоги точал здесь все пошел похвалился ребятам костыли тут все-таки выпросил достали хотел брата родного павла он там запился сюда привести потому что завтра 16 у нас престольный праздник вот чтобы он помолился вместе но он не в таком состоянии кого договорился тот уезжает на заработки за ним чтобы съездили за павлом но он избрал такой пути нас это событие событие почему потому что мы хотели чтобы душа это обратилась он допился что сентябрь месяц он говорит хотел съездить потеряевку а где сам лошадь продал эту же закололи ничего нету две овечки покосить сено да какой тебе тут сено черемухи побрать черемухи вообще нынче не было замерзшая малина да какая малина уже месяца полтора ее нету он не может сообразить что уже осень нет трезвый то не был ничего нету да и еще собирать то не твой участок продан дом то тут разрешат или не разрешат тут еще вот какое-то событие событие усилить молитву может быть обратиться чтобы не умер в этом состоянии ибо царствие божие пьяница не наследует а трудяга такой добрый человек всем помогал и вот на осуждение других начал судить батюшку обращался с матерью неладно она у него жила это событие для нас что чуть-чуть где-то протрезвился маленько мы уже стараемся счет отдать отвести его до сестра валентина тихоновна трудится да там поприще ведь это маленький вот оазис как нас называют и где здесь все верующие спешат друг на другу другу на помощь и это не вынужденное событие она как бы уже заранее предначертано и мы принимаем это как данность ожидаем сегодня священники должны приехать митрополит сергий иванников алтайский вызван патриархию какое-то у них там совещание и не сможет сегодня он вылетает но сегодня вылетает то завтра уже не будет а у нас завтра престольный праздник но священники некоторые даже приехать не должны но как сказать могут приехать сегодня вот это все это видно будет от приезда их праздник наш состоится отмечать а почему так называется все санфима никомедийского анфима я думаю все санфима никомедийского храмов не было никогда и нигде под шеих нету таких как в грузии все с георгия все храмы и покровские александры там ну такие все это стандартные шаблонные есть на этом разговоре я насчитал жития святых и нашел что более сильного епископа не было у него было паства 32 тысячи и всех до одного возвел на небо то есть были сожжены сожжены 32 тысячи за два раза и вот я попросил в синоде в америке был когда русская православная зарубежная церковь с митрополитом виталием беседовали часто с антонием сенкевичем каждое утро гуляли ходили но я просто говорила они прониклись этим и утвердили это все на синоде секретарем был тогда иларион капрал теперь он первосвятитель добрейший человек и так вот свято-анфимовский храм прочитайте его житие по старому 3 сегодня по новому 16 сентября не было больше такого за всю мировую историю а лагерь честь климента анкирского тоже не было столько страдал почти 30 лет там без году без месяца страдал это две биографии которые сегодня если так книгу гиннеса были бы занесена вот события это утвердили события подготавливаемся к этому события события вот события-то какое пустили в фабрику какую-то вестфалику там или что немца я сапог починил старый починил этот стоптанный сапог ногу мою предохраняется сучков благословен господь это события все остались здоровы и поблагодарили бога и надеемся сегодня такой же день а у вова 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 то есть болит вова так написано остальные уже не стал показывать какие тут события нравится всем гимн о сайте нашим вот это вот у нас не знаю почему последние уже три дня не открывается почта что-то барахлит тут мой мир люблю эту систему у меня есть в контакте в твиттере живой журнал и нигде не бываю facebook у меня все есть это и модераторы ведут там мне нравится мой мир больше всего считаю его самой лучшей системой ну и конечно на наш форум православный все во свете библии и во свете библии посвятил владимир мучалин гимн гимн представьте гимн сайту название этому вот но это у нас надо посмотреть сколько сегодня я открыл вот картошку убираем уже 17 человек посмотрели обращение богатым вот вал валодя страдает плотью 864 и рядом оплошность вчера записал как случилась авария четыре часов назад 461 ну для нас 461 это нормально считается почему еще спрашивать у нас просмотров 3 миллиона 806 тысяч подписчиков 4895 вот тут мы под замками это то уже заказчено только утрами я снимаю замки но помогают люди модераторы сейчас открою еще ресурс один лучше считаем сайт во свете библии вот тут и самое самое ценное с правой стороны 4124 ответа по темам мне приятно что написан такой гимн и люди просят я его снова заряжу во свете библии вот по свете библии и сейчас мы его зарядим еще разок прослушаем по свете библии вы а а а а а и и ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нашел нас Владимир Мочалин Благодарность ему Написал он уже давно это Слова А потом вот так оформил Кто поет не знаю Где в каком городе не знаю Но одно то, что во свете Библии Название ему И сам сайт понравился И вот создать гимн Я ко всем обращаюсь Мне просто хочется узнать Есть ли еще где, чтобы сайту Или какому-то другому ресурсу Был Вот такое посвящение Вот у нас фильмы снимали Попутно сказать Меня упрашивали Упрашивали в нем участвовать Пречувствие Это красноярский филиал От Свердловской киностудии Документальных фильмов Пречувствие Еще кажется Особенного нет И Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич И вот он приехал в Югославию Значит выдвинут был фильм Здесь ему что-то тут присвоили Участвовало, говорит Три епископа Православной церкви Московского патриархата Там Профессоран Гика То есть Очень серьезные И У меня Проверяет Живой ли у меня Старшая сестра Татьяна Павлинична Капустили Барнаула Вот Он приехал туда Уже первое, второе, третье места Были Распределены Ну ему говорят Ну опоздали Все закончилось Он говорит Ну хотя бы посмотрите Уже Раз мы не участвуем в конкурсе А там Главная награда Золотой Витязь называется В Югославии Ну согласилась комиссия Посмотреть его фильм Называется Пречувствие И когда посмотрели То единодушно Первое место присвоили А то, которое было первое Ушло на второе А которое было на второе Подвину на третье Вот так бывает Никакого ходатайства А о которой мысль Шаблонно Выступают священники В Барнауле Против меня Они И вот Лапкин Закупил за американские Доллары Студии Прессу Ну везде Печатаются Я очень много Печатался Пока книги не писал А книги не две Не три А сорок один Том Я к тому говорю Что вот Никто не рекламировал Ничего Приехал Поставил И вот этот гимн Никто не рекламировал Кто Ну кто такой я Но Уже люди Отзываются Все больше и больше Слушают ее И начинают Очень нравится До того что Полюбили И слова И исполнение И прочее Но Посвященное Ну не человеку А во свете Библии Видите Это слова Вон как бы даже Хотя и нашему сайту Но Больше то Смыслу Вот этими словами А когда называл я во свете Библии Я понимал везде И все Говорят это не так Особенно у православных Предрассудки разные Там Предания Несорковные И вот Сейчас вот В синоде там Или где решают Семь причин Неверных Почему Неправильно Причащаются И что можно Нельзя делать А причастие То есть Лишь бород раскрыл Только Дальше И вот А тут был Евдокимов Михаил Сергеевич Губернатором Сатирик Друг Президента Владимира Путина И вот Несчастный случай И он погиб Даже президент Приезжал хоронить И тут фильм Решили собрать И Сделать И деньги Собирали Поставили И кто знает Какое место Да никакого Что был Что нет Почему Это внутренний дух Написать можно Но Будет ли это Соответствие Действительности Это специально Была задача Увековещить Его память Нет Здесь ничего Не желаешь Никакого Я участия Не принимался Деньги Не платил Не собирал Это тоже Надо было Сделать Видите Как грамотно Поставлено Я то не специалист А потом Ставит Это же режиссер Приехал Ставить Второй фильм Я говорю Так уже снимали И Надо еще Там что-то Не дай у него Ну и снимает Второй фильм Называется Златоус Из Потеряевки То есть Полностью Про меня И фильм Занимает Друг на конкурсе Документальных Фильмов Первое место В России Ну Ну Можно уже Задуматься Но один Два Это не так Но Тут другая Студия Документальная Был Новосибирский Опь Малашин Юрий Николаевич Он напишет Фильм Второе крещение Руси Или Глаз вопиющего Это все Ко мне относится Здесь снимает Он Этот фильм Не занял Никакого места Но Последствия Его были Больше Может быть Как от первого Второго Везде эти фильмы Продавали В Москве В метро В Америке Везде Мне говорят Наверное Вы миллионер Я говорю Не рубля Никто не дал Да как же Вы же главный Герой Я понятия Никакого Не имею Мне некогда Я копаюсь С землей С ребятишками Пасу Скотину В это время Пас С пастухом Был Богу Богу Слава В веки Веков Аминь Незас Незаправу Незаправа